Я вот беседу начал с того, что готовился к нашей встрече, просматривал все интервью и вспомнил такое не политкорректное высказывание Михаила Жванецкого. Я никогда не был женщиной, никогда не был узбеком, хотелось бы понять, что они чувствуют. Вот я сейчас понимаю, что вы не просто красивая, интересная, знаменитая женщина, вы еще и женщина-загадка. То есть на самом деле понять, что вы чувствуете, о чем вы думаете, невозможно, но тем не менее вы всегда... Я могу сказать одно, что на всей земле, я ведь тренируюсь с детей всего мира, на всей земле люди все одинаковые. Нет узбеков, и нет русских, и нет татар, и нет евреев, и нет... Нету все дети, они одинаково прекрасные. Все так же точно понимают, так же точно реагируют. Нету, понимаете? А потом они становятся яблоками, которые валяются у этой яблони, которая их родила, которая их воспитывает и говорит им всякие глупости. Вот. Поэтому я счастливый человек, что я работаю с детьми. И эти дети, а я их яблони, и когда они около меня падают, они уже становятся такими же, как это яблони. Поэтому они говорят такие вещи, философские, умные, потому что они все это впитывают. А родителей я изолирую. Я их, как говорится, дисквалифицирую. И ликвидирую. Если они говорят не то своим детям. Вот у меня была девочка, которая очень страдала от веса. А приходила ее бабулечка и мамулечка, заворачивали ей в шарфики конфеты и вот эти вот все вещи такие, которые нельзя. Или она спускалась с лестницы с кастрюльку, ей туда накладывали на веревке, на скакалке. Туда накладывали всякие котлеты черные какие-то. И она их вот так поднимала. Но это родители, это кто? Добрые люди. А моя мама закрывала холодильник в то время на ключ. Она заказала ключ на холодильник. И я приходила, а холодильник был закрыт на ключ. Вы знаете, я позволю все-таки себе, вот ставя финальную точку нашей беседы, не согласиться с вами, что все одинаковые. Потому что вот вы сидите передо мной, и вы являетесь доказательством этого тезиса, что они все одинаковые. Я говорю про детей. А, что дети все одинаковые. Я уверен, что вы и дети были такой особенной, какой, собственно, вы особенной и остались. И позволю себе все-таки с вами не согласиться. Ну, с чем согласятся? Это ваша воля. Согласятся, я думаю, зрители нашей программы, что Ирина Винер, восхитительно. Огромное вам спасибо за беседу. И вам спасибо, уважаемые. Редактор субтитров А.Семкин